МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях более подробно. Казаки станицы Магнитные ликуют. В Магнитогорске появился памятник казачеству. Скульптуру установили в сквере возле дома номер один по улице Завинягина. Оттуда казаку хорошо видны и река Урал, и земли станицы. В этом году отмечается 276 лет со дня основания казачьей станицы, а городу, который возник на ее месте, 90. На голове папаха, в одной руке нагайка, другой под усцы ведет коня. У застывшего в чугуне казака нет прототипа. Это собирательный образ станичника. На одном из первых эскизов памятника садник был еще верхом на лошади. Это идея, когда казак рядом с лошадью, когда они как братья идут рядом. Это нам понравилась больше идея. Мы на этом остановились. Отливали скульптуру по частям, но ни одного соединительного шва на памятнике не видно. Это искусный труд златоустовских литейщиков. Вес чугунного изваяния 2,5 тонны. Высоту статуи казака вместе с постаментом без малого 4 метра. 110 дней. Это литейная часть вся. 18-19 кусков – это у нас лошадь. И 13-15 кусков – это у нас казак. Идея создания подобного памятника у казаков станицы Магнитной появилась давно. Они открывали сбор денег, но реализовать проект смогли только заручившись поддержкой градоначальника. Средства нашли в городском бюджете. Скульптура обошлась в 3,5 миллиона рублей. От закладки камня возле дома 1 по Завинягину до открытия памятника прошло меньше года. Место здесь не случайное. Одна из задач – это восстановить историческую справедливость и правду. Изначально прародителем была все-таки казачество, составляющая нашего города. А уже трудовые подвиги – это уже вторая страница историческая нашего города. Именно здесь, на этом месте, то ли речка была, то ли ручеек, то ли родничок, где кипела жизнь казачества. Поэтому этот памятник здесь уместен. Как и будет уместен, здесь полноценный сквер. Это впервые в Магнитогорске, когда появление памятника способствует появлению нового места отдыха. Это однозначно. Этот сквер тоже должен быть изменен, преображен. И жители близлежащих домов, и жители города, и гости города должны будут сюда приходить, отдыхать. И, собственно говоря, любоваться и вспоминать наши корни, наши истоки. Памятник казачеству – это еще один подарок горожанам к юбилею Магнитогорска. Надежда Кинаш, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Газовщик коксового цеха Андрей Карлушин удостоен высокой государственной награды – медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Андрей Александрович – представитель коксохимической династии Магнитогорского металлургического комбината. На коксохиме работали его отец, мать, сестры. А дед Андрей Иванович строил коксовые батареи и был награжден Орденом Ленина. С Андреем Карлушиным познакомилась Юлия Никифорова. Газовщик коксовых печей Андрей Карлушин работает на участке коксовой батареи 9БИС. Это самый мощный производственный участок коксового цеха. Девятая печь выдает более 2000 тонн кокса в сутки. Производство непрерывное. Вся трудовая деятельность Андрея Александровича связана с коксовым цехом. Он пришел сюда работать в 1988 году. Правда, изначально устроился электриком. Спустя 6 лет сменил профессию. Перешел в газовщики. Говорит, захотелось огня. Командовать огнем очень приятно. Печь должна быть прогрета полностью, по длине и по высоте, чтобы не было недопала или перегрела. Это влияет и на качество кокса, и на выбросы в атмосферу. Девятую печь обогревают 2112 факелов. Температура горячего кокса, которую необходимо поддерживать, 1050 градусов по Цельсию. Андрей Карлушин полностью отвечает за производственные показатели печи. Контроль температуры, давления, сжигания газа. Андрею Александровичу в коксовом цехе знаком каждый участок. Он работал и на седьмой, и на восьмой батарее. Более того, Андрей Карлушин – представитель профессиональной династии. Дед был строителем. Он строил коксовые батареи в 1972 году. Он награжден Владимиром Лениным за строительство. Папа работал газовщиком, мастером, диспетчером. Мама работала на вылавливание. С рождения я слышал только про коксов. В этом году Андрей Карлушин награжден высокой государственной наградой – медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В коксовом цехе за свою деятельность неоднократно подменял мастера коксового цеха. Является наставником для молодых рабочих. Имеет отличные здания в области охраны труда, промышленной безопасности. Я думаю, что заслуженная награда. Я, конечно, очень рад, благодарен за такую высокую оценку. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН. 26 июня первичная профсоюзная организация группы ПАО ММК отметила свое 88-летие. От праздного день рождения решили подведением итогов работы. В Центральной лаборатории комбината состоялась церемония честования победителей региональных и всероссийских конкурсов Горнометаллургического профсоюза России. «Отцу сказал, когда я повзрослею, на ММК работать буду я, хочу прокачиком я быть, и в профсоюз хочу ступить». Эту песню старший вальцовщик Алексей Домарев написал о себе. Продолжить семейную трудовую династию он действительно мечтал с детства. И за долгие годы работы на ММК никогда не пожалел о своем выборе. Ведь комбинат дал возможность не только совершенствоваться в профессии, но и неожиданно помог творческой самореализации. «Конечно, большое спасибо профсоюзной организации, мне просто дали, может быть, толчок, либо, ну, как-то самореализации, тому, чтобы петь. Как бы у меня музыкального образования нет, но всегда с детства любил петь и как бы зарыл этот талант, можно сказать, в землю. И как-то на каком-то конкурсе, по-моему, «Горячий парень и горячий цехов», именно который проводил профсоюз, у нас этот конкурс, там и открылись, можно сказать, эти таланты». В «Правкоме» талантливого парня не просто заметили, но и дали возможность развиваться дальше. В этом году он стал обладателем гран-при регионального отраслевого конкурса «Рабочая песня». И подобных побед в первичке комбината немало. У профсоюзной организации ММК сегодня большое количество инновационных проектов и организационной, и информационной, и социальной направленности. Именно поэтому в этом году «Магнитке» была доверена представлять весь горно-металлургический профсоюз на съезде Федерации независимых профсоюзов России, где Борис Семенов рассказывал о достижениях в веренной ему организации. «Последующий коллективный договор всегда был более результативным, чем предыдущим. Это вот надо признать, это действительно достижение. Конечно, назвать прям идеальную ситуацию, конечно, нет. Постоянно приходится с чем-то работать, искать новые пути, новые формы. Но коллектив сплоченный, профессионалы, я считаю, своего дела. Я говорю про профактив, который вот сейчас как раз-таки собрался в этом зале». Все достижения профсоюзной организации – это прежде всего результат работы его актива, который нацелен на человека, на его проблемы, нужды, чаяния. Подобная ориентированность также получила наивысшую оценку при подведении итогов конкурса на лучшего профгруппорга Челябинской области организации ГМПР. Этого звания каждой в своей подгруппе были удостоены 10 активистов-перевички, в числе которых и слесоремонтник Николай Иванов. «Искренне работать – это мой девиз внутренний, только искренне, бескорыстно людям помогать. Если честно, разобраться, очень приятно видеть людям, когда помогаешь, и видишь результат свой на лицо. Это просто, ну, я не знаю, это неописимо, это внутри радость. И как бы я с такими вот намерениями работаю с людьми». Среди лучших оказались и уполномоченные по охране труда. Словом, этот год, как, впрочем, и предыдущие, стал для правкома комбината по-настоящему насыщенным. Его актив сумел показать высокие результаты в разных сферах деятельности, выведя профсоюзную организацию ММК на лидирующие позиции не только в регионе, но и в стране. «Я хочу еще раз поздравить всех вас с праздником. В вашем лице наш многотысячный коллектив. Пожелать всего самого наилучшего, успехов в работе и еще раз с праздником». Татьяна Артемко, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Школьные каникулы уже в разгаре, а лучшие ученики продолжают получать награды за успехи. Правком ММК «Метис» поощрил детей своих работников. Грамот, аплодисментов и подарков удостоились не только круглые отличники, но и те, в чьих дневниках есть четверки. На награждение побывала Елена Тимофеева. О том, что они самые умные и старательные, эти мальчишки и девчонки уже знают. Но руководство ММК «Метис» уверено, похвала лишней не бывает. Почти 20 лет на предприятии чествуют детей своих сотрудников, отличившихся в учебе. «Все мы знаем, что решение любых сложных задач возможно только при наличии знаний, умении учиться, желании учиться. И я уверен, что все вы обладаете этими качествами в большой степени. Успехов вам! Надеюсь, встретятся на следующий год». Выявление лучших называется конкурсом дневников. Цель его – стимулировать школьников и дальше получать высокие оценки. Дочь Ольги Заяц Анастасия участвует в конкурсе с пятого класса и каждый раз получает награды. В этом году Настя закончила школу с медалью за особые успехи в учении. «Мне очень важно, чтобы моего ребенка с малых лет отметили, и появился стимул учиться дальше хорошо. То есть это у нас детство прибито, чтобы быть лидером в первых рядах. Да, я не скрываю, своей дочерью горжусь очень». «За ЕГЭ набрала 91 по русскому и по английскому языку, по профилю математики 82. Хочется поступить в Москву». Получать из рук руководство, грамоты и подарки детям приятно, родителям видеть свое учебо среди лучших приятно вдвойне. Год от года количество участников конкурса меньше не становится. «В этом году дневников около 70 принесли. Победители у нас 59 дневников. Всех остальных участников мы тоже поощрим определенными призами». На ММК Метис убеждены не только круглые отличники достойны наград. Те, у кого среди пятерок есть небольшой процент четверок, тоже стараются. Семиклассница Алина как раз из таких. Мама Галия уже третий год подряд выставляет дневник дочери на заводской конкурс. «В четвертных оценках бывают и четверки всякие. Все-таки я человек, я могу ошибаться. Поэтому у меня годовые оценки, я всегда стараюсь, чтобы были пятерки». В этом году местом проведения награждения стал не дворец культуры, а храм науки. Магнитогорский государственный технический университет не только пустил лучших учеников в свои стены, но и подарил им экскурсию в кванториум. «Очень интересно. Думаю сюда в будущем поступить». Оснащением технопарка были восхищены и те, чью призвание математика с информатикой, и те, кто относит себя к гуманитариям. По окончании экскурсии дети пополнили свой багаж знаний и стали участниками мастер-классов кванториума. Елена Тимофеева, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. Бесплатные порции кофе и сувениры с символикой Магнитогорского металлургического комбината. Такие призы получили сегодня победители конкурса на лучшее наименование кофейни, расположенной в здании завода управления. Название «ММ-кофе» было выбрано среди 600 вариантов. Его предложили сразу несколько работников предприятия. Здесь всего несколько столиков. Небольшое помещение делает кофейную в здании завода управления очень уютной. Свою работу она начала месяц назад. Перед открытием встал вопрос, как назвать точку общепита, расположенную в деловом центре металлургического гиганта. На помощь пришли работники предприятия. Они представили около 600 вариантов. Из этих 600 человек мы выбрали самые интересные, самые такие яркие названия. И 20 составили такой шок-лист, то есть короткий. И 20 наименований мы предложили на суд исполнительной дирекции. То есть они провели голосование. По итогам голосования победило название «ММК-кофе». Это наименование предложили сразу несколько работников ММК, совершенно не сговариваясь между собой. Поэтому победителей в конкурсе на лучшее название кофейни оказалось много. Инженер-электроник Илья Заминдаров отсылал на рассмотрение сразу два варианта. Я предложил название «Стил-кофе» и «ММК-кофе». Ожидали? Вообще ожидал, конечно, да. Потому что «ММК-кофе» действительно созвучное название и «ММК», и «ММК-кофе». Старший приемоздатчик управления логистики Марина Кумлева статуса победителя стесняется. Рабочий график не позволит ей часто заходить в кофейню. А вот ее тезка Марина Миляева трудится неподалеку от завода управления в лаборатории охраны окружающей среды. И очень довольна не только победой в конкурсе, но и тому, что рядом с ЦЛК теперь есть уютная кофейня. Хотелось, чтобы здесь была небольшая кафетерия или кофейня какая-то, чтобы как-то отвлекала немножко от производственных будней. В принципе, получила здесь такой интерьер довольно-таки современный, интересный. Призы победители порадовали. Помимо сувенирной продукции, они получили билеты на празднование юбилея Магитогорска, а также карточки постоянных клиентов и бесплатные порции кофе. Выпить их можно в любое удобное время. В кофейне пользуются популярностью люди, которые идут уже на работу, они заходят, берут кофе с собой. Те, кто не успевает, приходят попозже. График работы кофейни согласован с графиком работы делового центра ММК. Бористы готовы угостить клиентов напитками уже в 7.45 утра. Кстати, для прохода в кофейню не требуется пропуск на комбинат. Инна Тимофеева, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. К другим темам. Последнее время Магнитогорск заметно преображается, становится чище, интереснее и уютнее. Необычный подарок жителям в честь 90-летия города преподнес интернет-провайдер Домру. Арт-объект, гласящий «Я дома», разместился в знаковом месте в парке у Вечного огня. На торжественной церемонии, посвященной открытию и инсталляции, побывала наша съемочная группа. Монумент тыл фронту. Благодаря нему Магнитогорск узнают в других городах и даже странах, а оказавшись здесь, каждый горожанин понимает «Я дома». Теперь об этом будет напоминать и арт-объект, который благодаря компании Домру разместился неподалеку от знакового места. Современная инсталляция гармонично вписалась в архитектурный ансамбль, сделав парку у Вечного огня еще уютнее. Расширяет пространство, делает город более современным, более креативным. Поэтому огромное спасибо таким компаниям, в частности здесь, как Домру. Ощущение счастья, я считаю, что вот эта фраза, которая здесь установлена «Я дома», она человеку дарит ощущение свободы и счастья одновременно. В честь открытия арт-объекта Домру запускает новый конкурс. До 30 июня нужно сделать фотографию на его фоне и разместить ее в соцсетях с хэштегом «Домру МЖН». Среди участников будут разыграны ценные подарки. Очень замечательно придумали, особенно не у города, 90 лет, в Магнитогорску. Уже выложили в инстаграм «Домру» хэштег. «Домру» в Магнитогорске уже давно пользуется большим уважением среди горожан. С каждым днем клиентов у этого интернет-провайдера становится все больше. Однако при этом компания не стоит на месте и постоянно создает более комфортные условия для своих абонентов. Мы модернизировали большинство нашей сети на 1 гигабит. И с 1 июня мы запустили новую тарифную линейку для абонентов, где есть тарифы 300 и 600 мегабит в секунду. Мы запустили абсолютно новую приставку «Movix Pro». Теперь наши абоненты могут с нее выходить в интернет и общаться по скайпу. Не только высокой скорости выгодные тарифы отличают компанию «Домру». Социальная направленность – еще одна визитная карточка этого интернет-провайдера. Сделав однажды выбор в его пользу, абоненты всегда остаются верны «Домру». Я являюсь сам лично абонентом «Домру». То есть, пользуюсь на протяжении примерно полугода. Мне очень нравится то, что они постоянно проводят какие-то интересные мероприятия, акции. То есть, всячески пытаются понравиться своим абонентам, так скажем. Что мы действительно заботимся, скажем, о клиентах. То есть, они действительно стараются. Уровень заботы о клиентах ощутить может каждый. Достаточно лишь присоединиться к интернет-провайдеру «Домру». А пока всех горожан приглашают посетить новый арт-объект в парке «Увечного огня». Делайте фото, выкладывайте в соцсетях, побеждайте и помните – вы дома. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский спортсмен Алексей Фролов принял участие в Кубке мира по кикбоксингу. Этот турнир состоялся накануне в итальянском городе Риммини и собрал более 2,5 тысяч участников. В своей категории в непростой борьбе боец из города Металурков смог завоевать серебряную медаль. С призером встретился Павел Берсенев. На этих кадрах Алексей Фролов проводит спарринг со своим младшим братом Константином. А вообще в кикбоксинг его привела тетя 13 лет назад. Тогда Алексею было всего 7. Молодой человек оказался талантливым и целеустремленным. На сегодняшний день воспитанник 6-й спортшколы неоднократный победитель первенства России и дважды победитель Кубка мира. А в этом году Алексей перешел во взрослую группу и уже сумел завоевать серебро турнира Best Fighter в Италии. И стал таким образом мастером спорта. Там действительно уже достаточно опытные спортсмены выступают. Это неоднократный победитель чемпионатов мира и Европы. Естественно, конкурировать уже Алексею было достаточно сложновато. Но с поставленной задачей он справился, выложился на все 100%. И сам результат говорит за себя. В Италию съехались более 2700 спортсменов из 42 стран. Алексею предстояло провести три поединка. Первому сопернику, итальянцу, как говорится, истена помогали. Да и судейские решения, по словам Алексея, тоже были иногда спорные. Однако магнитогорец выстоял. Более того, одержал победу. Я выиграл только из-за выносливости, потому что у меня была очень длительная подготовка перед этими соревнованиями. Именно цели поставлены, то, что я работал на выносливость. Потому что сборная России славится тем, что она всегда работает до конца. До последней секунды у нас все равно есть вера в победу. Далее был равный поединок с мексиканцем. Только в концовке Алексей сумел перехватить инициативу, что называется, дожать и выиграть. А вот в финале магнитогорцу предстояло выйти на бой с российским спортсменом из Самары, первым номером нашей сборной. И здесь магнитогорцу не хватило опыта. Он в стиле работы ногами был. Это самый неудобный для меня работа, стиль противника. Я трудно подстраиваюсь под эту работу ногами. Так, с самого детства. Не люблю я махать ногами. Как итог поединок за золото магнитогорец проиграл. Но и серебряная медаль международных соревнований – результат более чем достойный. Сейчас у Алексея есть время провести работу над ошибками. Но и другим нашим землякам не стоит расслабляться. Очень скоро имена спортсменов из города Металлургов должны прозвучать на мировой арене. Хотелось бы выразить огромную благодарность ПАЛ ММК за оказанную помощь в организации выезда спортсмена на указанные соревнования. Надо сказать, что уже не первый раз ПАЛ ММК нам помогает в выезде наших спортсменов на международный уровень. Еще планируется в конце августа поездка на первенство Европы одного спортсмена Исмаилова Емиля. Поэтому их помощь очень нам необходима. Большое им спасибо. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv-deficin.ru. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok